Новая эпоха Мы часто произносим словосочетание «человеческая природа». Между природой и культурой. Можно ли оккультурить природу? До каких пределов? И кто эти пределы должен обозначить? На нас ежесекундно обрушивается растущий вал информации. Новости, изображения, идеи, звуки, обрывки самых разных текстов. Как отобрать нужное и не тратить драгоценное внимание на лишнее? Как оценить достоверность фактов и собрать из фрагментов целостный и гармоничный жизненный мир? Мы все больше общаемся в виртуальной среде. Формы общения стремительно множатся. Незаметно они меняют наши мысли и чувства, то есть нас самих. Обретение себя, к которому так стремится современный человек, ускользает, заманивая нас все дальше во всемирную паутину. Как далеко можно забраться, не запутавшись? Какие новые возможности и опасности накрываются в сети? Новые технологии общения ставят под вопрос границу между приватным и публичным. Чем делиться, а что лучше оставить при себе? Вопрос, на который мы вынуждены отвечать по нескольку раз в день. На нас надвигается еще одно испытание – встреча с роботами. Эти новые существа будут вести себя так, как будто они обладают разумом и эмоциями, рассчитывая на наши ответные реакции. Готовы ли мы эти реакции предоставить? В связи с роботами есть и другая проблема – труд. Он имеет огромное значение для человека. Он занимает, заполняет нас, организует и воспитывает. А ведь уже совсем скоро наступит момент, когда огромный объем человеческого труда станет не нужен. Роботы возьмут на себя не только физический, но и интеллектуальный труд. Юристы, например, уже ощутили этот тренд. Что станет с нами без воздействия труда? Всем хорошо знакомо парадоксальное состояние. Долгожданный отпуск или длинные выходные только начались, а уже хочется на работу. Но представьте, что работы нет. Нет событий, усилий, разочарования и побед. Нет коллег, общения, ссоры, разногласий, симпатии и флиртами. Не будет ощущения, что мы – люди, каждый на своем месте, но сообща, делаем большое сложное дело, меняющее мир. За нас этим займутся машины. Останемся ли мы нужными природе с ее эволюцией? Нужными и интересными самим себе? Это только некоторые из вопросов, которыми занимается сегодня этика. Более близкое знакомство с ними обнаружит массу тонкостей и нюансов. Для их понимания потребуются некоторые специальные знания. Но это вопросы, обращенные к каждому из нас. Потому что ответы определяют будущее, в котором всем нам придется жить. Субтитры создавал DimaTorzok